Ну что ж, друзья, вот она и Верочка. Вот он матч за выход из группы со второго места. Эпично, конечно, получилось, но из нижней сетки все-таки команда HellRaisers попадает на команду Virtus.Pro на карте DemiRage. На той самой карте, на ту самую команду, от которой они отправились играть в нижнюю сетку со штукей. Ну и, в общем-то, теперь момент истины. Последний матч сегодняшнего вечера, последний матч группы C. Завтра, напомню, друзья, для вас будет работать в студии Страйк. Вы будете смотреть Фрагбайт Мастерс этот сезон, второй, и будете смотреть группу D. Вот теперь давайте смотреть все-таки, какие же HellRaisers сделают выводы. Ну, им бы досталось... Не, вот на самом деле есть и плюс, и минус в том, что Virtus.Pro им достались, потому что... О-хо-хо, Снекс! Посмотрите, какой он человеч еще. Еще пытается, пытается. Ну, в общем, Сайдпик тут уже выигран, можно сказать. Пас, конечно, рубит, но... Рубит с плеча. И... Все. 1-0. Защита. Защита наша, друзья. Можно... Можно выходить с группы. Ну что ж, КФГЛ, рестарт на вармапы. Мы ждем сейчас готовности команд. Небольшой тимтолк будет, наверное, проходить сейчас между ними, но... Он будет реально миниатюрный просто. Совсем чуточку. И... Матч рестартинг. Походу, будет лифт сразу. Ну что ж, пожелаем удачи командам. Это единственное, что мы можем сделать. HellRaisers попробуют сейчас дать ответ. Дать ответ на этом чемпионате команде Virtus.Pro, которая отправила их в нижнюю сетку. И, соответственно, Virtus.Pro. Вот почему я болел СДП в гранд-финале? Потому что этого матча я... Ой-ой-ой, как не хотел. Я хотел, чтобы выходили Virtus.Pro и HellRaisers. Со шведами бы они поборолись. И... Выход на апплайн быстрый. Та сломает кучера. Атака продолжается. Падает Маркелов. Пытается ответить HellRaisers. Цепляется Адрен, но не справляется с уходом с позицией. А, нет. Это Эко. Это фу. Это вармап. Я с ума сошел. Что за лол? Вообще. Я думал пистолетку уже. У меня уже все уехало. Просто крыша. Ладно. Вечер напряженных матчей. Извиняюсь за то, что так налажали. И... Не догнал я, что это все-таки не лайф. Теперь точно лайф. Все, ура. Просто ура. Ну и... Теперь пистолетка точно понеслась. Матч старт. Теперь уже без ошибок. Теперь уже нужно играть без ошибок. И поляки идут на А. Посмотрите, что делают HellRaisers. Оставляют одного игрока на А. Укрепляют мидл. Попробуют с коннектора под раскидку выйти на точку. И выбить эту бомбу. Но это уже... Это, конечно, если поляки займут апплэнт и поставят ее нормально. Но, по-моему, проблем не будет. Да, всю раскидку. Ну, всю раскидку сейчас ВП, в принципе, выполнили идеально. Да мы легли как нужно. И остается только... И смотрите, HellRaisers не лезут сразу. Они понимают то, что там будет слоу-плей. На шифтиках попробуют парни зайти в плент. Пока бомба не встанет, никто и Рошер не пикнет. И на пульс влетают поляки. Вот здесь уже первые сюрпризы. Но, тем не менее, с разменами. Кучер Таз. Вот опасная сейчас здесь связка. Ангела он тоже слышал. Влетает на него. Знает, что он здесь. Добивает. Таза давят. Маркелов. Минус яма. Отлично. Уверенно. Видит нычку. В нычке есть. На коврах тоже. Три в два ситуация. Надо этому боку разыгрывать свою пользу. На белом удается сделать невероятный минус. Паша отрезает коннекторы. Один на один. Остаются игроки. Маркелов не знает, что делать. Нет. Есть киты. Есть киты. Паша красный. Дефит Марик до конца. Паша. Что же делает Паша? Выходит и забивает его просто. Ну, тут понятно, что выбора не было у Егора. Нужно было либо дефузить, либо вылезать. И играть на самоуничтожение. 1-0 в любом случае. 1-0. Но на этот раз, по крайней мере, с борьбой этот аплент отдали. И не так все ужасно, как в первой игре. В верхней сетке. Ну и напомню вам, друзья, что сетка группы B. Ой, группы C, извиняюсь. Выглядела следующим образом. Первые пары. LGB H2K и Virtus.Pro Hellraisers. Hellraisers упали в нижнюю сетку. H2K не прошли Hellraisers. Ну, не прошли LGB, потом не прошли Hellraisers. В ВП в упорной борьбе уступили LGB. Выпустили их с первого места с группы. И вот уже в который раз я замечаю, что Double Elimination в группе. То есть система GSL не самая... Ну, она, конечно, с одной стороны интересная, да, зрелищная. Да, зрелищность и матчи набирают то и как. Но она не самая справедливая. Вот все-таки те самые раунды, которые я вспоминаю, знаете, и эпичные матчи в групповых этапах, которые когда-либо были, они были опять-таки по системе, когда каждый играл с каждым. И кто-то умудрялся вылезать там, я не знаю... Ну вот, я помню, Навиевны и СВЦ в 2013... Ой, в 2013, что я несу? В 2012, в 2011 даже, если я не ошибаюсь, вышли из группы просто в три... В один раунд. Хотя проиграли важную встречу французам. А в плей-офф просто сожрали всех. Без шансов. Вот это был КС. Double Elimination, конечно, в интернете, в группе. Ну, для зрителя, да. Для зрителя комфортно, удобно. Понятно, что эта лига работает на зрителя. За это, конечно, респект, потому что... Без вас, дорогие друзья, любители соревновательного КС, и те, кто понимает этот соревновательный режим, этого бы не было, а это есть. Так что вам респект. Но лучше бы они играли каждый с каждым. Во-первых, ну, больше, да, получается... Больше зрелищных матчей. Отчасти. Но отчасти все предсказуемо также. Здесь элемент рандома куда больше. Хотя... Здесь выходить особо в раунд не нужно. Ну что ж, минус один всего лишь на эко делают сейчас хеллрейзерсы. Последняя эко падает кучер и... Да, Паша... Паша завершает свою работу. На уровне. Просто на уровне. Ну что ж, 3-0. 3-0. 3-0. Смотрим, ответит ли Ашер Маркелов. Так, кучер на АВП. АВП мидл. У поляков авиков все еще нет. Это радует. Потому что если бы Паша его взял, это был бы... Либо центр, либо ковры. А это явно проблема, кстати, для некоторых игроков команды... Для некоторых игроков команды... Так, ну и дублируется раскидка Аплента. Идентично первому пистолетному раунду, если я не ошибаюсь. Они сейчас прокинули. Но действовать будут крайне агрессивно. Адрен за красным ящиком показывает... Нам именно его автодиректор. Чекает яму. Яма пустая. Поляки ошиблись. Чуть-чуть в раскидке. Под свои же флешки, походу, вышли. Пытается крыть Марик. Спрей не залетает. Последняя пуля в Снекса. 2 хп у него остается. Уходит спокойно. Адрен минус нео за красных ящиков. Virtus.pro пытаясь перестроиться. Вот попадая... Ой-ой-ой, Адрен. Вот это уровень. Пинг 100. Ну и ладно. Ну и Маркелов добьет своего, наконец-то, Снекса. Которого он просто с начала раунда пытался убить. А вот Адрен, как я смотрю, двух бомб-керри убил. Молодец. 1-3. Hellraiser отвечает на первым девайсном. Это вам не пистолет. И сейчас польская команда понимает, что... Демка была записана. Демка была скачана. И если ее посмотрели... То Hellraiser должны просто... Ну, по крайней мере, в первой половине играть намного лучше, чем... На первом мираже, на котором эти команды столкнулись друг с другом. Но если Hellraiser не выпустят Virtus.pro из группы, это будет тупо легендарная победа. Потому что в плей-офф реально грандиозных соперников... Ну, разве что НИП. Посмотрим еще, чем следующая группа закончится. Так, Кучер, Коннектор. Я не буду больше говорить никаких игроков команды Hellraiser. Я сказал Кучер, Коннектор, и сразу команда Hellraiser просто не осталась на центре. Она исчезла куда-то, ТАСС. Забрал Адрена по инфе уже, и, в общем-то, все. Ну, такие вот тупики. Не смогли ли свой успех закрепить Hellraiser? Не смогли ли? Ну, Дося будет сейвить. Воинственный ТАСС. Так, ну а что же происходит в чате на Twitch.tv? Нужно посмотреть. ВП выйдет из группы приятного просмотра, пишет Твинки. Ну, вот непонятно, пока выйдут ли они из группы, если бы хотели выйти. Не, ну вот я болел за ВП в матче против ЛГБ только потому, что я не хотел вот этой встречи для Hellraiser со шведами. Просто, понимаете, там есть история матчей, есть огромное, ну, есть огромное, я бы сказал, даже понимание того, как все-таки ЛГБ играют. И, если вначале они удивляли, то есть, как только появились, то сейчас бы они уже были таким соперником, известным для Hellraiser. Вот Virtus.pro в последнее там... О-о-о-о! Хорош просто! Опустили Досю просто на 60 хп сейчас. Молодец, Ангел. Боевой нож от Ангела просто. Боевая сабля, Дося, прости. Сказал, сейчас Ангел, я случайно пацки, и снова раскидка Аплантас, снова Адрен на передовой, и будет ли он передовик только, вот в этом вопрос. ВП еще... Вот это наглые парни, вышли, раскидали, еще раз раскидали, и еще раз раскидали таз. Не словил из дыма сейчас кучера, попытался пройти Маркелов, отличный спрей. Хороший штраф красных ящиков, 4 в 3. Все шансы есть на выбивание этой бомбы. Посмотрим, что скажет Паша. Паша выходит из дыма, слишком поздно в коврах, и есть в ныщке белый. Самое главное, это не профейлить с ямой. Если убьет яма, то это будет печально, и яма убивает белый. Ах ты ж белому за... Ну, обошли, Паша, АВП. Убивает коннектор, это будет ГГшечка. Но не убивает коннектор, и ГГшечки не будет, поэтому это 2-4, и Hellraiser's... Отыгрывают один раунд, Маркелов пошел за трофеем. Забирает трофейный девайсик. Вот теперь интересно. Теперь интересно, отдаст ли он его кучеру. Да, дает Эмиле АВП. Тот будет пытаться напрягать поляков с окон. Ну, а нам с вами остается напрягать извилины и напрягать глаза. Кучер. Хорошее начало. После такого минуса сразу можно сказать твердо, что начало реально хорошее. Самое главное, чтобы, знаете, к команде Hellraiser's это аура русских фильмов никак не прилипло. Помните, мы с Таффой вам рассказывали эту великолепную историю про команду Moscow 5? Да нет, мы смотрели это все, друзья. Все эти матчи с этими русскими фильмами. И вроде бы в составе один россиянин. Вроде бы... Ну, вот может быть даже два, но пока еще непонятно. Опять же. Кто там из России и то, что дося точно. Так, оп, Адрен. Хитер-бобер, как говорится. Подразнил головкой врага на коврах. Пытался убить коннектор. Тем не менее, Таффа упал. Минус Адрен. Ну и смотрим, как будет принимать Ангел. В планете есть Маркелов. Уверенно играет Ангел. И команда Virtus.pro не прошла. Коннектор. 3-4. Hellraiser's дают. Теперь уже точно, можно сказать, дают ответку. И закрепляются в счете. Убивают по чуть-чуть экономику соперника. Сейчас сложная ситуация для ВП в плане бая. И это, скорее всего, будет эко. Да, эко-раунд. Берут арморы, берут деглы, пистолеты. Как будут добиваться ХР, непонятно. Вот в 1.6 арморы не брали. Здесь берут. Это... Зрелищность добавляет, да? Это жесть. Кучерноу с зумом с первого. Вторые в дым. Третий тоже. Ну и подскользнулся, как видим, с Next. Абдоси у 4-4. Смотрим за важнейшим девайсным раундом. Он, в принципе, задат сейчас темп игры. Если Hellraiser's его выигрывают, то, возможно, у них будет даже немного инициативы и возможность как-то свободно думать. До конца первая половина, что делать. Могут и аркадить и попробовать что-то нестандартное сделать. Единственное, кстати, вот в чем есть плюс огромный сейчас. Команды Hellraiser's, они разыграны после матча со Штукией, при том, что выиграли с достаточно просторным счетом. А вот Virtus.pro могли все это время отдыхать, и сейчас у них начинается КС заново. Покажут ли они тот уровень концентрации. В любом случае, Hellraiser's уже взяли на два больше, чем в прошлый раз. Оп. Ну вот так вот. Если Кучер нолзумом, то Маркелову даже АВП не потребовалось, чтобы умереть в окне. Жесть. Хорошая позиция у Адрена, но что-то мне подсказывает. Минус белый есть, яма упала. Самое главное, Паша не проиграет сейчас в зиге. И... Оооо. Увидел, увидел. И Паша выстрелил, но не попал. Ангел. Сухо. Сухо играют поляки. Очень разносторонне. Видно, что хотели выйти на обо. Видно, что хотели сыграть сплит на АС, коннектором совсем, но вот контактов не нашли. Упал один Маркелов в раунде, и больше. Ничего у поляков сделать не получилось. 5-4, наконец-то HellRaisers выходит вперед. Наконец-то. Но если они выбьют здесь поляков из группы и пройдут дальше в плей-офф, это будет ой-ой-ой, как круто. Вообще-то для команды HellRaisers с такой игрой можно ехать в Катовец, смело. Но не с такой, как на первом Мираже, который играли в верхней сетке. Что, шаг от Virtus.pro. Вообще команде Virtus.pro тяжелее всех в этой встрече, а не в нижней сетке. Если Ашер упали практически... Да ладно, упадем. То Virtus.pro могут себя... Ну, это несправедливо, на самом деле, серьезно. По факту, да, если посмотреть. Команда, которая обыграла Ашер, команда, которая прошла финал Винеров, проиграла ЛГБ, и теперь снова играет Ашер за выход из группы. Что за бред вообще, да? Сказали бы вы, но нифига себе, фрагбайт Майстерс так не считает. Без проблем справляются с экономическим раундом. От польской команды. Одиннадцатый раунд первой половины. Ситуация уже напряженная. Возьмут ли Virtus.pro больше четырех? Не, я думаю, что возьмут. Сколько возьмут HellRaisers в этом... Самый главный прикол. Так, все, пошел Молотов, пошла хэшечка. Быстрого выхода нету, поэтому Адрен раскидался сейчас в никуда. Слушайте, Адрен, несмотря на пинг 100, в этом матче уже на этой карте сыграл крайне эффективно. Снекс. Ну тут чек на чек, Адрен увидел. Все, сейчас закидают коннектор. Не, атака по своей инициативе это делает, чтобы пройти ЗИК или... Или непонятно пока. Смотрите, все на центре, одна бомба под Б. Здесь вариантов развития событий множество. Скорее всего, поляки пытаются... Вот до минуты попытаться подловить хоть кого-то на медле. Будет ли Снекс чекать... Не, не рискнул чекать он сейчас лифты. По своей инициативе раскидали Ангел минус Нео. Так, ну и попытка словить халяву на центре, в принципе, ее не вышло. Но, тем не менее, сыграл сейчас Дося с плетки. И выпустит... Нет, не выпустил все-таки Белого. Ну вот, надо было смотреть внимательно. Тем не менее, 3 в 2 есть шанс на выбивание. Белому дают уйти. Адрен с пингом 100. Ну вот по нему попадает Белый плотно. Снекс последний, отрезает Зигу. Опа! Опа! Бомба-то, бомба-то, бомба-то. Но надо успевать. 3, 2, 1. А, и да, не успевает здесь. Ну, тут уже ничего не сделать. Снексу была бомба, стояла не в Зигу. Но если бы она стояла в Зигу, он бы успевал. 7, 4. 7, 4. Польская дружина была остановлена. Повторный байп после бомбы. И, наверное, будет быстрый раунд. Смотрим их респауны. Ну, есть. С пода был респл Таза. Но играют почему-то Б. Мид. Б. Ну, 2, 2, 1. Будут растягиваться по карте. И мне интересно, сразу Кучер. Прострел в Нео. Боятся то, что прошли Зиг. Обратите внимание, где Ангел находится. Но это инфа, естественно. И в Верутус ПРО об этом даже не думают. Они даже не подозревают о том, что там такой расклад. Вот казалось бы, эта фишка может сыграть. Но ВП шустрые парни уже в коннекторе, уже с разменом играют. Так, Дося. По-моему, видел Пашу, но это не важно. Три в три благодаря Досе забирает Пашу гранатой. ВП пытаются раскидаться на планете. И вот играет сейчас свою роль Ангел. Ну, вот если бы он был актером, даже если бы он был хорошим актером, ему бы Оскара здесь все равно не дали. Блок сыграл в последнем же моменте. Ну, и Дося остается. Ну, что за жесть, а? Ну, просто вышли по одному на поляков, которые этого ждали. Те даже не раскидывались. 7-5. 7-5. Слишком рано, слишком агрессивно действуют. Хеллрейзерс в 12-м раунде. И это им явно не на руку. Ну, видели, как все получилось. Ангел зашел в спину. Сделал минус. И можно было плент наказать, но почему-то полез он. Выходит коннектор. Идет вот этот вот бла-бла-бла-бред. И матч на паузе. Но это явно тем толк, конечно. Тут нужно обсуждать скорости. Здесь просто необходимо сейчас обсудить скорости команде Хеллрейзерс. ВП, конечно, тоже. Еще раз сетка группы перед вами на экранах. Ну и понеслась. Понеслась. Смотрим за кучером. Эх, надо быть передовиком, имея такого игрока, как кучер в активе. И никого нет на центре. И вот сейчас вот тот самый момент, когда надо бы попробовать угадать Хеллрейзерс. Но поляки будут ждать, поляки будут ждать таймингов. Давайте смотреть, как лягут сейчас дымы от Virtus.pro. Это очень важно. Все, ВП на Делпу не вообще смысла не имеет. Единственное, что Адрен может сейчас сыграть. И ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот здесь дергают. У него шпинг стой. Понятно, он тут не убьет просто. Паша минус Маркелов. Все, Аплент упал. Аплент упал. И поляки просто двумя фрагами защищают всю точку. Изолируют КТ-респаун. Можно ставить бомбу смело. И ждать выпадающих ангелов. Попытки наказать Нео. Кто-то уходит на КТ, понимая, что там никого нету. Просто спокойно закроет в спину. Ну, хотя бы одного, наверное, да закроет. Дося. Дося кроет Нео. Ошибка, но тем не менее, Белый убрал кучера. Таз закрыл ангелов коннектор. И Доси снова остается последней. Но Хелпау, Virtus.pro... Ой, Хелпау, Хелл Рейзерс просто не успевает прийти на точку. Но Хелл Рейзерс не знают, как играют в Virtus.pro под Аплент. Тем не менее, берут 7 раундов. Ну и сразу становится ясно. Одно демку не смотрели. Ну, просто какое-то уже по счету. А, тут не посмотреть. По факту просто... ВП сыграли на Аплент с одной и той же раскидкой раунда 4 минимум. Ну, 3 точно. 3 точно мы видели. С той же раскидкой. С теми же приколами. Теми же звеньями выходили. Единственное, что с ковры вот иногда они пытаются чередовать. Там либо один игрок, и он с ВП, либо два игрока. И оба игрока стараются... Ну, первый выходит, умирает. Второй разменивает. Но все-таки, по-моему, позиции в упоре стоит занимать не только... Адренул. Ангела бы туда или Маркелова. Все-таки пинг 100. Минус кучер в окне. Вот расстановка прошлого раунда Hellraiser явно подходит под этот раунд атаки от Virtus.pro, когда мид укреплен. Но ничего не работает. Как видим... Видно, что Hellraiser свели заблуждение. И те подумали, что, скорее всего, опять будет апп. Но на них кто не пошел. Ну, как не пошел. Мид убили. Смотрите, поляки начинают уже издеваться над Ашерами. Смело перетянулись под яму. Адрен сейчас слышит все это дело. Он слышал просто все. Я не знаю, здесь он должен... Ну, здесь у него должен быть суппорт. Чтобы здесь выигрывать, нужен суппорт. И, как видим, его просто разменяли. Ну, из-за численного преимущества, понятно, ничего не получится. No chains. For Hellraiser. Yeah. Ну, и вот сотворить час невероятное бы, да. Но уже в спину обошли, по радару видели. Мы уже смотрели эти последние секунды жизни до сети. Тем не менее, Virtus.pro, несмотря на уверенную игру Hellraiser в нескольких раундах, все-таки навязали им свою игру и показали, кто здесь папа в атаке. Берут 7. Берут 7. И борьба за 8-7 будет уже проходить у Hellraiser без девайсов. И Virtus.pro с позитивным настроением, и они все-таки слабую сторону заберут себе. С преимуществом в один раунд. Маркелов! Нет! Нет! Не будет все просто атак. Минус кучер. Минус от Адрана с АВП. Ну, Адран уже совсем поиграл. Пинг 100. И с АВП поиграл. И вот только плетку в руки не брал. Но он в панике заходит. Думает, как бы разменять по-быстрому. Начинает крутиться. 3 в 3. Выход в плент. Дося. Ангел, Диггл. Без шансов. Снэкс в пленте. Видит Досю. Ну, тот его, конечно, будет пытаться наказывать. 2 в 2. Снэкс просто крутится. Ну, Доси обращает на себя внимание. А вот Адран с АВП. Ого, ошенька. Ну, полезет наверх. Понимает, что игрок атаки будет пытаться... Ой, Адрен! Все, вот пинг 100. Вы все видели. Три самых важных фрага от Адрена. И он не позволил еще сыграть с инициативой последнему игроку польской команды. 8-7 в пользу Хелл Рейзерс. И это, друзья, на самом деле важный счет для Ашеры. Я, например, очень рад, что все закончилось именно так. Осталось только придумать 8 раундов в атаке, которые надо взять. Как они их будут играть, тоже неясно. Ну что, фастом? Да, стартует фастом вторую половину. Смотрим респы Хелл Рейзерс. Ну, аналогичный польской команде. Опять же, респаун. Такой под мид раскидать. Чуть-чуть посидеть. Может быть, яму выйти. Но... Смотрите-ка, втроем пошли на мид. Смотрим на действия команды Virtus.pro. Ну, это просто угадай мелодию! Я не знаю, угадай, куда мы идем сейчас, говорят Хелл Рейзерс. Тем не менее, Адрен опять попадает. Опять минус Нео. Я не знаю, Адрену надо просто сверхурочной платить за вот такие вот исполнения. Но Паша за Аркадий Л под Б. Тем не менее, Адрен играет внимательно, видит его. Паша видит спаун. Понимает то, что там либо перетяжка, либо холд. Не понимает пока просто сейчас ВП. Ловят они на перетяжке. Или на холде команду Хелл Рейзерс. Хелл Рейзерс может быть все, что угодно. Интересная, конечно, здесь заминочка. Паша пошел Аркадий. О! О! Как? Паша остается живой! Еще и Ангела забирает! Пытается раз... Живой! Уходит! Это... Это... Просто заб... Пы-пы-пы-пы-пы-пы-пы... Пы-пы-пы-пы-пы-пы... Дед слов у меня вообще никаких. Что это было? Что это было? Как так? Втроём. Не забирают Пашу. Продолжает двигаться на Зигу. И уже потеряв, наверное, веру в себя, Хеллрейзер встречает с Нексой Зига, который в линию ловит две головы. Это просто габелла для Хеллрейзерс. Невероятное. Всё, надо брать пистики. Закупает три игрока арморы. Есть флешки. При том, что раз, два, сколько? Пять, шесть. Так, пять, шесть. Шесть флешек в арсенале команды Хеллрейзерс. Можно вообще, не знаю, кинув их, можно осветить какое-нибудь самое тёмное место в мире. Ну, это просто open flash и ничего сверхъестественного. Вот, под свои же флешки и пых-пых-пых позициям. Ладно, смотрим, к чему привьёт перестрелка. Стараются Virtus.pro и за секунду просто принимается этот пистолетный раунд. Это жесть. Девять, восемь. Паша просто спас команду Virtus.pro. И вот сейчас шансов становится всё меньше и меньше у Ашер на свободный выход. Придётся попотеть. Паша, конечно, дал злого гения. Это без сомнения. Ну, команда его в любом случае улыбнулась. Это позитив. Это явно позитив. Тем не менее, Хеллрейзерс, взяв всего лишь два раунда, в первом... На первом мираже, на втором уже берут восемь. Нормально так, в несколько раз больше. Так что это уже прогресс, а этот прогресс, походу, это круто. Вот знаете, раньше, когда были арбалеткапы в 1.6, я помню, там была такая система проведения, которая позволяла играть одну и ту же карту, сколько вы хотите. И вот я помню, была такая команда Юнайтед, в которую все верили, её игроки были ультрапрофессионалами, и Адрен тоже в ней поиграл. Все от них пёрлись, фанбои сходили с ума, но эта команда выигрывала только нюк и... Только нюк. Вот. И потом ещё один нюк, и ещё один нюк, и, короче, был просто... Арбалеткап Раша на нюке для Юнайтед. Где они в финале, Best of 3, выиграли два нюка. Ты помнишь это время, Антон? Это было смешно, и Браблей просто был в восторге от потом интервью. Я не помню, кто-то там давал интервью, то ли Хуч, то ли ещё кто-то. И все говорили, что вот типа... Вот типа несколько нюков. На-на-на. Но Юнайтед потом другие карты ни у кого не выигрывали. Ну, там может быть где-то, но в целом, конечно, вы знаете, как там всё обстояло. Я думаю, Гугл вам поможет. Но это я к чему говорю? Я не говорю, что Юнайтед плохи, или ещё кто-то плохой, или хороший. Всё хорошо, всё круто. Я говорю просто про то, что систему проведения надо действительно для Counter-Strike сделать какую-то одну и играть её на всех чемпионатах. Без исключения. Ну, можно там сделать исключение для Лиг. Где сначала играется одна группа, например, как на StarLadder, 16 команд. Но вот что касается плей-офф и... Пикачерка, Снэкс, Пуш, Подвал, минус Досю. На ноге. На ноге поймал Досю. Ну, 50 на 50, по-моему, там были шансы, я считаю, вот в такой перестрелке. Ангел не зашёл в Зигу, но его съел. Вот на этот раз HellRaisers его пытаются... Видите, пытался Ангел зайти всё-таки до лифта, чтобы забрать их. В итоге ничего не вышло. Снова 2 в 4. И отдача 11-го раунда польской команде. Адрен последний. И он покидает ковры на планете. Бомба осталась перед медлом, ну и у Адрена куча времени и калаш в руках. Почему бы и нет, сказал Дурен и пошёл тащить на А. Просто было бы реально несправедливо, например, проиграть одной команде там нюк в верхней сетке, да, и потом... Сыграть с ней в одном матче 2 нюка подряд. И проиграть оба. По системе был 3. То есть там система, если память мне не изменяет, или хотя бы если примерно прикинуть, она была вроде на арбалете. Ваша карта... А, нет. Первая черкается, вторая черкается, третья черкается. И вот... В то время можно было увидеть 8 нюков на турнире. Так, Паше надо срочно записаться, по-моему, в гильдию супергероев, потому что по нему... Ну, по нему просто пули не попадают. Всё, смотрите, скоро от создателей Мстителей. Паша, бицепсы, покорение вселенной. Ну, реально, высадят Пашу на какую-нибудь другую планету, по нему будут стрелять, и ничего не залетает. Да, и он такой идёт с бицепсами, у него какой-нибудь автомат привязан к туловищу, и там... Машинган стреляет. Ну, короче, бред у меня пошёл в голове, да. Я знаю, что вы мне часто пишите, чтобы такого не было, но... Сами понимаете, что делать, когда трое стреляют в одного, а ему хоть бы что. Ладно, Hellraiser, всё, бай, теперь уже важно. 12-8. Нужно брать 3-4 подряд, чтобы хоть как-то сбить польский деф, но пока поляки стоят твёрдо. Смотрим, как будет играть сейчас Ангел. А, его подсадить... Вот теперь уже становится интересно. Но посмотрите, Нео нет в лифте. Паша уже знает о подсадке, он слышал, как Ангел топал. Ну, и Ангел, конечно же, просто будет сейчас сидеть и ждать Пашу. О, команда в этот момент подстраивается. Под А задачу Ангела, конечно. Вот это уже... Вот это уже интересно. Пошла граната. Паша думает, что есть кто-то в окне. Ангел пытается сделать вид, как будто его тут нет. Его команда в этот момент выходит с ямы. Поляки, в принципе, уже знают, что это не Б и это А, и Ангел должен грызть спину двоих минимум. Но вот что происходит. Ангел слышит... Ой-ой-ой, Паша обратил внимание. Ангелу надо как-то уйти. Моментально Тассас под ковров схватился за эту позицию. Расправляется с ней, и Хелл Рейзерс не могут выйти одновременно. Падает яма, падают ковры. Ангел единственный, кто сыграл на минус. И 13-8. Ну как, не единственный, но... Он должен был грызть двоих в спину по логике. Но вот если бы не натопал, когда я вот когда-то там оказался, то могли бы забирать и Пашу, и всю банду. А так Virtus.pro уже стягивались в Б и понимали, что будет. 13-8. Походу, наши команды попрощаются с этим чемпионатом. Такими темпами. Насколько мне известно, плей-офф это был 3-сингл. Так что... Так что турнир будет недолгим. Ну, рано загадывать. Так, ну что ж. Снова ап. Польский раунд в исполнении. Hellraiser's. Поляки втроем. На, это хорошо. Это хорошо, то что под коврами есть, в упоре есть, между есть. Посмотрите. Ну, вот для контактной перестрелки есть все. Нужна только флешка и тимплейная стрельба. И вот не хватает. Не хватает. Видно, как Hellraiser's поздно играют. Позиции некоторые. По одному выходят с ямы. Падает один. Второй тоже. Третий только разменивает. Ну что, за беда. 14-8. Стальные яйца у Virtus.pro. Стальной дефенс. И для Hellraiser's задача, ну, на эту игру уже усложнена по максимуму. А вот для чемпионатов Котовицы им придется явно поработать над собой. Потому что именно Virtus.pro находится у них в группе. Да, еще, кстати, я считаю, что самой нормальной системой квалификации вот группового этапа и вообще в целом является The International. Турнир по доте. Все его знают. Neo, easy frag против Адрена. Прикол просто в том, что это классно, когда в групповом этапе играют все. И потом команды просто сеются по сеткам. Это реально, ну... Это реально как бы показывает силу и... Команды послабже играют с такими же командами, проходят на команды посильнее. Если разыгрались, могут обыграть. Оп, снео. Ну, тут виден просто пик концентрации от поляков. Они просто безумно жесткие. Безумно жесткие на этой карте. Обещаю, что после этого матча я пойду и узнаю у Ангела, как вообще получилось так, что они играют два миража подряд. Я, конечно, понимаю, что полиции не хотят, но как бы 21 тысяча долларов, которая разыгрывается на этом чемпионате, лишней, я думаю, не будет никому. Hellraiser's. Лебединная песня на Бэп Плэнт и, возможно, на даче 15-го раунда. Если, конечно, сейчас они зацепятся, то... Все будет... О, боже мой! Как там он оказал... Ох ты ж, нео, идиот. Но его явно тут ждут. Но, тем не менее, он выжидает. Снэкс в этот момент в синхре поджимает с Бэп Плэнта и вместе с Нео они задавили еще и Досю 2 в 4. Снэкс. Нереальная стрельба. Блестяще поджимает также таз длинный. Короче, Кубский просто две карты против Hellraiser's уничтожает их. Но если в прошлом матче верхней сетки он просто давил без шансов, то здесь он, по-моему, разбирается консервативно и никуда не торопится. Но свою роль играет на все 100. 12-16 его статистика. 21-11 белый. Ну и у Hellraiser's закончились деньги. Две флешки на атаку. Дым в зиге от Ашер. Попытка пройти. Выпада нету. Прыжок в коннектор. Попытка сыграть уверенно и быстро. Паша мажет СВП. Вот в этот момент должна яма выходить, потому что смогли зайти коннектор. Но поляки собраны с контроля или коннектор на три девайса. Остались без перекрестного огня. Но, тем не менее, размен 3 в 3. И Ангел умудряется пробить Пашу. И это 9-15. Это будет 9-15, скорее всего. Хотя, глядя на этот фраг, кажется, что все становится хуже и хуже. Hellraiser занимает оборонительные позиции. На троне. Поляки понимают, что... И бомба-то стоит. Бомба-то стоит за плентом. Ох ты ж, батюшки. Кучер резет чекать, понимая, как стоит бомба. Панику ловят Hellraiser. И Ангел пытается выжить. Пытается выжить. Остается один на один. Все, что нужно, это выжить. Его пушат. Бомба пищит. И, по-моему, это ГГ. Да. Это ГГ, друзья. Бомба дефицит. Нео выигрывает у команды Hellraiser в последнем раунде. И, по-моему, все. Можно сказать. ГГ. Команда Hellraiser прощается с этим чемпионатом. Virtus.pro можно поздравить. Они единственная славянская команда, которая выходит с группы. Ну и LGB выходят с первого места. Virtus.pro выходят со второго места с группы. И все, что можно еще добавить, это пожелать удачи полякам в финале. Финальной стадии чемпионатов. Стадии плей-офф. Ну, а вам я, дорогие зрители, скажу следующее. Что завтра для вас за микрофоном будет работать Strike. Не пропустите завтрашнюю трансляцию. Frag Byte Masters. Второй сезон. Завтра в группе D вас ожидает Dignitas. Датчане, Титаны, Франция, Team Property. Это команда, которая взяла отборочные. И Maus Sports, которая также квалифицировалась на этот чемпионат. Результаты группы A. Давайте вспомним. На вскидку. Nip Kick 16.9. Na'Vi 3D Max 16.6 в пользу Na'Vi. Nip Na'Vi 16.13 в пользу Nip. Kik 3D Max 16.13 в пользу Kik на Inferno. И Kik Na'Vi 16.13 в пользу Kik на Dusty 2. Группа B играла вчера. Клан Мистик вышли с первого места. С группы со второго вышли LDLC. Нет, с первого места вышли LDLC. И стоп. Нет, со второго вышли LDLC. С первого вышли Клан Мистик. И там вообще анал-карнавал был со стороны LDLC. Для N's, Fnatic и... И Fnatic еще уступили Клан Мистик 20-22. Ну и группа C. Результаты такие. LGB. Убрали без шансов H2K. HellRaisers проиграли Virtus.pro 2.16. 20-22 Virtus.pro уступили LGB. И HellRaisers обыграли H2K. Но не смогли справиться с Virtus.pro на втором мираже. Это, конечно же, жесть. Ну и завтра вы начнете просмотр группы D с матча Dignitas против Mausa Sports. Я с вами увижусь на матчах StarLadder. Вот за день до Котовиц. Завтра... Или нет? Да. 12-го. 12-го числа. В среду мы увидимся на матчах StarLadder. Это будет последний, наверное, день перед Котовицей. Когда вы меня услышите потом. Мы с вами увидимся на матчах опять же StarLadder. 17-го, 18-го и 19-го. Будет, наверное, три игровых дня подряд. Если я не ошибаюсь, расписание уже формируется на эти дни. Поэтому вы не стесняетесь. Там стоит 5 матчей. Можете в матч-центре посмотреть. Но возможны переносы. Что касается Фрэгбайт Мастерс, то плей-офф. Плей-офф чемпионата будет играться 20-го и 23-го. 23-го марта. Это четверть финала, если я не ошибаюсь. Полуфиналы будут играться 27-го. 29-го марта. И Final Stage будет 30-го марта. Это будет уже, наверное, сам гранд-финал, если я не ошибаюсь. И еще что-то. Ну и призовой фон 21 тысяча долларов. Что ж, сегодня для вас за микрофоном работал Слэм. Всем большое спасибо за внимание. Увидимся с вами на трансляциях ФБМа и Star Series. Музыка для вас пока идет после эфирной работы. Как обычно, можете пописать что-то в чат. Слэм. Слэм. Слэм.